Трогательные детские письма, рисунки и обереги, юно-армейское знамя, посылки и бесконечное множество напутствий повезет в зону боевых действий специальной военной операции Александр Сухоруков, на машине, которую он сам купил и собирается доставить бойцам на передовую. Скромный, трудолюбивый пенсионер из поселка Керамкомбинат всю жизнь связан с техникой. Приехал из деревни, пахал земли, приехал в транспортный цех на завод, работали, трактористом начинал, закончил начальником колонны, шофером работал. И своя техника была, и краны были свои, и Керамазы, и Мазы. У меня экскаватор был, GCB. Покупал, потом продал по здоровью, не получается копать. Инвалид второй группы. За обстановкой в Луганской и Донецкой областях Александр Сухоруков с болью в сердце наблюдает с 2014 года, когда в мирную жизнь людей ворвался ужас бомбежек и обстрелов. О войне он знает не понаслышке. У меня дедушку на Украине бандеровцы издевались, пытали. Он был командир партизанского отряда, за него немцы давали большие деньги, чтобы его ликвидировать. Но его бандеровцы сдали и пытали. И два деда, жены дедушка, лежит под Москвой, ездили в братскую могилу, нашли год тренера назад. Мой дед один в Калининграде, отцов, отец, лежит тоже в братской могиле. Месяц не дожил до победы. В 46 лет отвоевал. Один дедушка пришел с фронта, весь израненный. Племянница муж, четверо детей, две девочки маленькие, последние близняшки, два годика им только. Уже 9 лет там уже в разведке. Вся семья разделяет чувства Александра Сухорукова и поддерживает даже в решении пойти добровольцем. Хотя военкомат дважды отказал Александру Алексеевичу в силу его возраста и здоровья. Вот хочешь что, даже могу, блин, даже песню спеть, это было бы хорошо ребятам. Покушать сварил бы, что мог бы, то и сделал бы. Я бы не сидел бы сложа руки. Мы стрелять можем, мы все можем. Я еще по сей день на ходу езжу еще. Так что, поэтому, для нас разницы нету, как у Лива чем-то помочь ребятам. Очень жалко мне их молодые парни. Гибнут, дети, сироты, сколько их там бедненьких осталось, а сколько там на Донбассе. Это все надо пережить, а пережить мы должны только сообща. Помочь друг другу, это в первую очередь. Я говорю, вот спасибо всем леневцам, искитимцам, всем ребятам, знакомым, незнакомым, несут, звонят. Вообще молодцы. Александр Алексеевич принял эстафету у главы поселка Ленева, который сам недавно вернулся из Луганска. Гордость, радость. Я всегда знал, что наш народ непобедим, что есть люди с такими большими сердцами, которые откликнутся. Я-то просто уверен в этом был. Ну вот, у нас Алексеевич первый оказался. Я точно знаю, что ребята с Искитима тоже собираются. Я планирую поездку в апреле, повторную. Поэтому мы будем с парнями до победы вместе. Поездка зимой – испытание непростое. Да и эксплуатировать автомобиль будут в суровых условиях. Поэтому его тщательно подготовили и грамотно продумали маршрут. Будет помощь. Мы сейчас дорогу будем ехать. В Убельки наши уже там ждут, встречают. Там уже прям будут только-только, скажи, там загружаться еще будем. И носки там вяжут, и пироги даже напекли. Народ, говорю, у нас вообще. Это сейчас как пойдет, мы пойдем отсюда и до самого Донбасса. Все люди будут знать, кто едет, и зачем едет, и что везут. И они прям сами найдут. Поэтому, я думаю, наш народ непобедим. Что надо, все делали. И карбюраторы меняли, и трамлеры там, и по электрической части. И фары поменял, даже фары новые поставил, потому что светили хорошо. Все абсолютно, что надо, все сделали. Масла, фильтра, все поменяли, как положено. А по кузову она вот такая есть, она машина вся в идеале. С планами Александра Алексеевича был знаком лишь узкий круг людей, которые активно помогали реализовывать задуманное. Личную машину купил на личные сбережения. Почему? Потому что душа болит мне за Россию, за ребят, за тех, кто не любят. Все для победы. Ничего не знаю. Как только о поездке узнали земляки, обрушился шквал звонков с предложением помочь и такой же поток посылок самого разного содержания. Адресные посылки, печи, много лекарства. Люди всем миром всем помогают. И соскетим, и леневцы молодцы помогают. Узнали, что еду, прям несут коробками, подписывают все. И адресные, и печки, и буржуйки, и газовые, и лекарства, и белье, теплые носки, простыни, даже бушлаты есть. Я знал, что у нас народ очень добрый, очень отзывчивый. Всех большие сердца. Чтобы не перегружать машину предметами, которые могут пригодиться лишь весной, коробки просили наполнять лишь актуальными вещами, о которых бойцы упоминали сами. Все хорошо произошло. Съездил, вернулся. Теперь уже мою идею подхватили наши земляки. И таким образом мы вместе с нашими ребятами, ну, коли не все являются людьми военными, я вот не военный человек, но считаю своим долгом помогать нашим ребятам. Именно помогать адресно. Я практически всех ребят уже знаю, кто где находится. Хорошо очень, что они практически все в Луганской области, что мы как только в Луганск, вот как я ездил, приезжаем в Луганск. Ребята приезжают, и мы с ними встречаемся, все это передаем лично. У нас очень хорошие люди в поселке живут. Вот у нас, вы видите, у нас градообразующее предприятие, у нас все работяги. Ну, я знал, что люди откликнутся. Это я видел по моей первой поездке, да, которая случилась, когда я сказал, я поеду, мне ребятам надо, ну, что там, собрать. Вы даже не представляете, у нас сколько не поместилось машину. И мы вот отобрали вот прямо вот только то, что вот самое-самое необходимое, что ребята просили. Ну, следующая вот поездка. Сейчас вот у нас Александр Алексеевич поедет, он соберет, да заберет там все, да, так сказать. Следующий я поеду снова, соберем там, заберем. Ну, и так и будем ездить, пока наши ребята не победят окончательно. Есть в списке продуктов стратегически важный запас продовольствия. 40 килограмм сала Александр Сухоруков солил сам. Старым дедовским способом не пропадет, даже в любую, в 40 жара будет не пропадет. В деревянный ящик специальный сделанный, посолено все, как положено все, и ничего ему не будет абсолютно никогда, будут ребята кушать. Есть на борту и особо ценный груз. Его трепетно готовили дети своими руками, вкладывая тепло души в рисунок и обереги для бойцов. Я выполняю поручения многодетной семьи из Рябчинки, семья Ширяевых, которые в традиции уже делают нашим ребятам именно обереги. Мы осенью отправляли эти кусочки родины, мы назвали их. Они были выполнены на настоящих березовых листочках, заламинированных. А сейчас, в отсутствие их, эти ребята, семья, делают из бересты. Хочется сказать спасибо этой семье. У них в семье 10 детей. У меня чувство гордости за то, что люди настолько сплотились сейчас, с пониманием относятся, с поддержкой такой. И будем так говорить, и стар, и мал. Все люди понимают и вкладывают свою заботу. И пока есть такие люди в России, будем говорить о том, что мы победим всегда. И хочется верить в то, что русский дух не будет никогда сломан, пока есть на Руси вот такие люди. Еще более ответственное поручение получил Александр Алексеевич от руководителя юноармейцев в поселке Керамкомбинат. У нас первый, можно сказать, в России был организован отряд защитников. И нам в Москве вручили флаг юноармии. На этом флаге юноармии подписались легендарные люди, ну, можно сказать, легенды России. Вот подпись Василия Ланового, слова его бессмертные. Есть такая профессия, Родину защищать. И присутствовали Хоркина, Фетисов, Пореченков, Лановой, олимпийская чемпионка, Слисаренко. То есть вот эти вот люди оставили свои подписи. И вот этот флаг, он был самый первый освещен в Российской Федерации Владыкой Лукой. Вот. Мы вам в дорогу даем этот флаг. Вот уверен на сто процентов, что с освещенным флагом с этим он будет как талисман. У вас дорога пройдет прямо как по маслу будет. Вот. Мы просим, чтобы бойцы, ребята боевые, сфотографировались на фоне. И вот в углу оставили свои подписи. По мнению Сергея Александровича, флаг всегда приносит удачу, куда бы ни направлялись юноармейцы. Принесет он удачу и бойцам на передовой, куда его передали вместе с подробным описанием истории. А вернувшись к ребятам, станет и вовсе уникальным. Боевой флаг. Да. Завезем прямо на передовую, и прямо ребята распишите. И в господи или в обои, где мы будем. Вам спасибо за воспитание вот таких вот ребятишек. Прям я вам скажу, сердце радуется, что такая смена растет у нас. Школа КСМ изрядно пополнила автомобиль грузом, который собирали всем дружным коллективом. Среди посылок на фронт особое место заняла коробка, полная писем с теплыми пожеланиями бойцам. Накануне Дня защитника Отечества самые юные учащиеся подготовили и прочитали стихи, посвященные героизму и мужеству наших солдат. Мы, конечно, пока еще дети, но нам есть что солдатам сказать. Спасибо вам всем большое, в письме хотим передать. За правду, за веру спасибо, за то, что врага разгромил, за то, что мы учимся в школе, а не в холодном подвале сидим. За мирное небо спасибо, за ваши души, теплоту, за воду в Крымском канале, добытым в храбром бою. За свободу Донбасса спасибо, вы смерти смотрели в лицо, Мариуполь кровью залитый, вы бесстрашно взяли в пыльцо. Вы все ценой своей жизни вступили в смертный бой, и русские наши границы вы закрыли собой. Не печалься, на фронте наш воин, Мы всем сердцем всегда с тобой, Мы с Георгиевской лентой на форме, Ждем тебя всей страной. Все сказанное и увиденное Александр Алексеевич Сухоруков вместе со своим Шурином Юрием Юрьевым, который едет в Луганск вместе с ним, будут вспоминать дорогой. Это крепкий и надежный стимул, который поможет мужчинам доставить пламенный привет из Сибири землякам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова